Добрый день, дорогие друзья! Хорошего дня, хорошего настроения я вам желаю. С вами в студии я, Ольга Голдобина. Наша передача «Якутск сегодня». Мы продолжаем цикл передач, в которых нам рассказывают о том, что происходит в нашем любимом, потрясающем городе Якутске, руководителе управ города Якутска. И сегодня у нас одна из самых мощных, замечательных женщин-руководителей. Управ Суженикина Елизавета Николаевна, руководитель Управы промышленного округа. Здравствуйте, Елизавета Николаевна! Здравствуйте, уважаемая Ольга Владиславовна! Уважаемые жители, гости нашей любимой республики, нашей любимой столицы. Очень приятно, конечно, что меня пригласили сюда. И, конечно же, благодарна вам всем. Надеюсь, что наберетесь терпения, послушаете. Мы очень ждем, что вы нам расскажете. Нам очень интересно, потому что в каждом округе в прошлом году произошли колоссальнейшие изменения. И вот сегодня настала ваша очередь рассказать о том, что было потрясающего, мощного и радующего нас, граждан своего города. Прошу вас. Ну, основное, конечно, хотелось бы отметить, что основная часть территории промышленного округа расположена на окраине города Якутска. Основная часть. Конечно, центр тоже мы захватываем, да. И является он одним из самых больших округов. То есть и по территориальности, и по численности населения. Это более 30 тысяч жителей проживает у нас. В округе у нас расположены также имеются, ну, естественно, он промышленный. У нас и предприятия, и промышленные, и вся промышленная инфраструктура, все предприятия города, конечно, расположены у нас. Это подразделения Якутска Энерго, такие как ГРЭС, ЯТЭЦ, Самводоканал, Сахаэнерго. Ну, то есть такие предприятия, которые... Хлебокомбинат тоже, да? Ну, это предприятия те, которые, конечно, вот это ресурсоснабжающие организации, от которых наша жизнь, ну, как, зависит на все 150%. Я так думала, что их красиво можно назвать. Наверное, так и есть на самом деле объекты стратегического значения. Они и есть, да. Это так есть, да? Действительно, объекты стратегического значения. Красиво звучит, согласитесь. И гордость берет, что на вашей территории находятся такие объекты. Да, какие замечательные руководители, конечно, там все помогают. Мощные люди, да. Мощные те же самые промышленные предприятия, о чем вы говорили. Это и Якутский хлебокомбинат, это и ФПК Якутия, это и производственное предприятие агрохолдинга Тоймады, у нас тоже есть производственный цех. Это и Сардана наша фабрика, и Сахаболт. Ну, то есть все такие значимые предприятия находятся у нас. И, конечно же, хотелось опять же сказать и про этнический состав территории промышленного округа. В последние годы отмечен рост миграции жителей Средней Азии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Ну, то есть мы многонациональны. Не то, что у нас республика, город, но и промышленность тоже этим славится. Также хочется отметить, что в 2022 год, конечно, в нем произошло очень много событий. Республика отметила целый ряд значимых исторических. Это 390-летие со дня основания города Якутска, 100 лет образования Якутской СССР, а сам 2022 год был объявлен годом матери. Это самое тоже такое замечательное событие. Извиняюсь, немножко, уважаемые жители города Якутской республики Саха-Якутия. А вот 2023 год у нас год труда. Поэтому дальше будем передачи вести с руководителями управ. Управ. Вслушивайтесь, сколько колоссальной работы проделывают наши замечательные управы для нас с вами. Извиняюсь, что прервала. Ну, в юбилейный год, конечно же, еще более укрепились традиции. Это взаимовыручки и добровольчество, вовлекая в них все больше горожан. Это мы замечали этим, да, то, что люди стали вовлекаться во все буквально это и благоустройство, это и озеленение. То есть, несмотря на то, что и год еще в промышленном округе, да, мы свое же положение тоже разработали, объявили в рамках 100 добрых дел к столетию республики, в рамках 100 добрых дел. У нас очень много откликнулось предпринимателей, жителей, больше 250 человек. Это занимались они и благоустройством, и вывозом свалок, и озеленением. Ну, конечно же, особое внимание уделялось тем горожанам, кто нуждался в поддержке и помощи. Для этого было расширено сотрудничество с некоммерческими организациями, их привлечение к предоставлению социальных услуг незащищенным категориям населения. То есть, в этом плане очень много работы проводилось с теми самыми добровольцами. Предпринимателями вовлекали в атмосферу заботы самых юных горожан. Только таким образом можно искоренить проявление жестокости, асоциальное поведение детей. Ну, естественно, воспитывая их в наилучших традициях. А какие школы находятся на вашей территории? На нашей территории находятся три школы. Это 10-я, 13-я и 15-я. Такие 10-я, 15-я, большие. Вот 13-я, честно говоря, не знаю. А 10-я и 15-я довольно-таки большие школы. 13-я тоже большая школа. Большая школа, да? Она, да, по 50-летней Советской Армии, 35-я группа. Понимаете, что она когда-то деревянная была, а сейчас новое здание? Нет, каменная, новое здание. Ой, не владею информацией, видите, да? Вот, видите, вот уже только сказали, уже сразу 10-я школа. Такой грандиозный ремонт провели капитально. Сейчас вообще другая школа стала. В одной школе или во всех трёх школах? Нет, это в одной школе был в 2022 году капитальный ремонт. Вот 10-я школа, конечно, там все жители, все родители и ученики прям благодарили и главу города. А вот в наступившем 2023 году у нас 15-я и 13-я школы, да? А, у нас попала 15-я школа капитальный ремонт. О, ну это же замечательно. Это для нас событие такое, что и для родителей, и для детей то же самое. Этого же не было долгие годы, вообще таких возможностей не было, да, десятилетиями. И сколько мы разговариваем с директорами школ, да, у них заместители по хозяйственной части есть, да, вот замдиректоры. Все настолько в таком восторге от того, что наши дети пришли в свежие классы, новая мебель, новые доски, столько радости. Действительно, это просто потрясающий проект, и правительство наше просто замечательно, на мой взгляд, на эту тему отработало. Потому что, действительно, десятилетиями этого не было. Да, Оля, абсолютно тебя в этом поддерживаю, согласна на 150 процентов. Да, вообще замечательно. И 2023 год у нас продолжается. А не в курсе в 2024 что-то еще? Или мы вот пока владеем информацией только на 2023 год? Ну, в плане-то, конечно, оно же и трехлетие благоустройка, да, и мы уже 400 лет готовы встретить в красивом, чтобы столица наша стала еще краше, еще лучше. Конечно, программа, она... Она, программа, она большая, нам долгие годы... Она расписана поэтапно, поэтапно все будет, все будет. Вот ни одного руководителя не спросила, зря. Хорошая тема, да. Ну, а я сужу, понимаете, промышленный округ. Я же начинала с 2001 года работать там. 20 лишних лет. Восемь лет я там проработала. То есть ушла и пришла, в принципе, в то же самое. Ну, только высотки на Грессе появились. А, в принципе, так-то ничего не поменялось. И сейчас вот за 2021 год, 2022, это вообще колоссальная работа была. Дороги. Вот. А основная проблема промышленного округа у жителей, которые обращаются, да, это дороги и расселение, переселение граждан. Частный, там частный сектор, что ли? Нет. Ну, в основном МКД, конечно. А там что-то вот Даркалах, вот это ваша территория, да? Даркалах, да, это вот где у нас поводковое мероприятие тоже проходит. Да, острое такое состояние каждую весну. Вот меня, вернее, не то чтобы интересно, мне вот вообще беспокоят люди. Вот кто-то ждет весну с радостью, а они, наверное, просто со страхом ждут эту весну. Нет, ну, в принципе, со страхом там кому уже ждать. Там несколько домовладений осталось тех, которые еще... В основном же, да, получали и ГЖС получали, люди получали, уезжали, выдавались им квартиры. Там в основном как дачи. Давайте вот на эту тему немножечко поговорим. Все-таки вот многие же весной начинают опять Даркалах затопило, начинается какая-то паника негативная, вот эта переписка какая-то в том же Ватсапе начинается. Довольно-таки неприятно. И когда ты знаешь, что в городе проводится колоссальнейшая работа и не владеешь ситуацией информации на эту тему, находишься в каких-то таких рамках и не знаешь, как себя вести дальше, вообще действительно. А что там происходит? Я действительно не знаю. Ну, что там происходит? Подтопляются территории, дай бог, в этом году, в 2021 году, в 2020 году. Ну, потопление территории было, чтобы такого затопления совсем там или еще что-то такое. Сильно пострадавших не было, чтобы... Пострадавших не было, да? И там, вот там сейчас больше это все-таки дачные участки. Дачные участки, заброшенные дома. Это, во-первых, это по противопожарной безопасности, да, это там же и преступления проходят. Вот эти вот, конечно, все дома. Евгений Николаевич, конечно, сейчас через ГУЧС дал поручение всем, да, что и инвентаризацию, и нам управе, и департаменту жилищных отношений. Вот мы сейчас проведем инвентаризацию в полном объеме, все предоставим информацию, и, конечно, там, думаю, будут соответствующие поручения, чтобы снести те непригодные дома, которые они... Ой, ну вы прям радуете, меня так приятно слышать. Такая активная работа. Действительно, ведь это сколько лет эти строения стояли? Это же вообще... С какого года вообще там они строятся, интересно, начались, да? Наверное, с 70-х, наверное. Если не раньше. Конечно, там же со старожилами-то разговариваешь, в принципе, в это время и жили. Самый большой поводок это был, по-моему, 2001 или 2002 год. Да, там что-то прямо с крыши. Да, с крыши немалее, я помню. Вот это было сильнейшее наводнение, когда это ночное время, это сутками, это работали студенты, это все структуры города, это и республики, там все были задействованы и ночами, и дожди шли. Ну, помню все те события. Ну, вот лично я, вот я понимаю прекрасно, что там работает МЧС, да? Что там работает какой-то штаб, спасая, если есть жители. Мы разворачиваем штаб, ПВР, открываем все это, СГУ, ИЧС, города Якутска, все под руководством, конечно, у нас председатель КЧС, это Евгений Николаевич Григорьев, глава города, под его четким руководством все это проходит у нас. А вот расшифруйте, пожалуйста, КЧС для наших жителей, чтобы они четко понимали комиссии чрезвычайных ситуаций. Правильно, да? То есть ПВР – это пункт временного размещения, когда, допустим, какие-то чрезвычайные ситуации проходят, будь то, где не приведи Господь пожары или еще что-то, противопаводки, вот эти все мероприятия, естественно, разворачиваем ПВР сразу же по необходимости, если вода идет на пребывание, то... Вот многие жители просто не знают, как расшифровывается вот это вот, и поэтому вот мы говорим о чем-то сокращенном, нам-то с вами это, Господи, легко и просто, мы поняли, о чем мы сказали. А многие жители потом ко мне после передачи обращаются, а вот это что было, да? То есть как бы не до конца недопонимание такое, все равно оно слегка остается, и поэтому, конечно, сокращенные вот эти вот моменты очень важны для нас. Дорогие друзья, сейчас у нас с вами рекламная пауза. Пожалуйста, не уходите далеко от ваших телевизоров, оставайтесь с нами, встретимся после рекламы. Листая лето, ты с времен, ты сквозь горда иди вперед, Ведь жизнь куда-то все бежит, спешит, и время нас не ждет. И лишь история хранит тепло людских сердец, Словно границ, это Якутск, это Якутск. Якутск и всем нам очень дорог, Суровый, но любимый город. Сияй и расцветай в любви и чувства радости дари, День благодарим! Сияй, Якут! Сияй, Якут! Якут! Елизавета Николаевна, сейчас мы находимся, вообще вся страна находится в таком состоянии, что мы постоянно говорим об СВО. И, конечно, сегодня на нашей передаче промолчать об этом и не задеть эту тему, мы просто не имеем права. Никакого морального права мы не имеем на это. И поэтому я задаю вопрос каждому руководителю. Сколько семей СВО на территории на вашей находится, проживает на вашей территории, сколько там детей, что для них делается, какие есть возможности проявить для них помощь, заботу? Может быть, вы нам укажете какие-то номера телефонов в эфире, чтобы люди услышали дополнительно, куда они могут обратиться за помощью? Пожалуйста. Ну, Ольга, конечно, то, что я говорила ранее, год был наполнен теми вроде бы приятными событиями, да, это мероприятие, посвященное всем нашим юбилейным датам. Ну, безусловно, самым главным и важным историческим событием этого года объявлена специальная военная операция на Украине. Как мы все понимаем, что это исключительная мера? И как бы ни считали, вот тоже мне хочется отметить, да, что как бы ни считали некоторые люди эту историю печальной, да, много же слышишь, что вот, да зачем, да почему, да. Ну, она уже есть, мы ничего изменить не можем. Но, тем не менее, только с территории управы промышленного, с территории промышленного округа в целом, да, это уж мобилизовались 121 человек. Основная часть, конечно, мобилизованных, это добровольцы, это Росгвардия. Ну, и мы с вами от души им желаем вернуться, быть здоровыми, чтобы обошло их все эти неприятности. Конечно, и представьте тому, что этих наших мобилизованных граждан ждет 121 семья на территории только промышленного округа, которым оказывается посильная помощь, как материальная, продовольственная, моральная поддержка. В нашей группе у нас создана группа телеграм-канал, оперативная помощь, в ней состоят 96 человек. То есть это у нас ежедневная, плодотворная идет работа, мы постоянно в общении, постоянно решаем те вопросы, проблемы, которые поступают. Ну, и именно, как я им тоже пишу, поздравляю, общаемся с ними, я говорю им, это есть вот наши те герои, неважно, где они находятся в тылу, это наши мамочки, их мамочки, да, это жены, это дети, которые ждут. Это герои, и прям с таким большим теплом мне, вот когда с ними общаемся, ко мне приходят, лично общаемся, на приемы приходят просто, как уже подруги некоторые стали. И, конечно же, те, кто на передовой, это их мужья, отцы, сыновья этого, это герои. Прям горжусь, горжусь, и тем более там тоже есть такие люди, которые человек 18, наверное, у меня есть, которые мы постоянно с ребятами переписываемся, я говорю, ребят, вот только вернитесь, только придите, и мы прям встретим вас очень хорошо, да. Конечно, мы все их ждем, все надеемся на лучшее, что ребята у нас вот все как один приедут домой. Ну, по состоянию у нас сегодня, да, у нас в принципе 121 семья, как я уже сказала, из них, ну, у нас многодетных 16 семей, малообеспеченных у нас 14 семей, и проживает с ними 124 ребенка, из них 74 школьника, 56 детского подросткового, ну, дошкольное учреждение, которое детки посещают. Силами работников управы мы также разводили и овощные, и продуктовые наборы, участвовали в акции «Елка добра», также очень предприниматели много помогли, кто нам, мы развозили деткам по домам игрушки, но это было приятно для детей. И в Дед Мороза наряжались, и Снегурочку, то есть порадовали мы деток, конечно. Вот, и также обращаются очень много с бытовыми проблемами какими-то, там, с питанием, там или еще что-то, у кого-то снег почти, кому-то лед привезти, кому-то дрова наколоть. Хорошо помогают управляющие некоторые компании, когда где-то там перерасчет, где-то вплоть до резетки сломались, а да нет возможности пригласить электриков, пригласить там или еще что-то. Мы стараемся, вот, честь и хвала, респект тем руководителям и управляющих компаний, и предприятиям, которые прямо... Ну, можно даже назвать, какие предприятия? Не буду я никого рекламировать, да, счастье любит тишину, а вдруг даже знаются и не будут больше помогать. А, вот так, да? Поэтому, да. Ну, они все те знают, конечно, я, безусловно, им благодарила от всей души, их люди тоже благодарят. Ну, вот в этом плане как-то так. Так, по инициативе главы городского округа города Якутска также открыт у нас центр, куда обращаются очень много за психологической помощью, за юридической помощью, за... Ну, касаемо этой и материальных средств, это 3 по 30 тысяч выплачивали. То есть все, все, что я говорю за промышленный округ, за своих мобилизованных, да, за своих мобилизованных граждан, семей, членов их, никто не остался обижен. Во всяком случае, мы переписываемся. По какому адресу они могут обратиться за помощью? Так, ну, по адресам у нас центр находится, семьи и родственники могут обратиться за юридической, психологической помощью. Это в Центр поддержки семьи военнослужащих города Якутска. Начал свою работу он 18 октября. Курашова 1, дробь 1. Уважаемые телезрители и радиослушатели, Курашова 1, дробь 1. Кабинеты 8, 9, 23 и 44. А номера телефонов там есть или надо? Обратиться в Центр поддержки семьи и участников СВО можно по телефону 40-80-8-70 и 8-914-110-60-20. 40-88-70. Сотовый телефон 8-914-110-60-20. Уважаемые зрители, пожалуйста, запишите номера телефонов, не забудьте. Напоминаю, если у вас есть предложение, либо вопросы, вы можете позвонить нашим помощникам по телефону 3211-66 и 3200-66, задать вопрос или свое предложение. Не забудьте оставить свой телефончик, чтобы была обратная связь. И руководство управы промышленного округа могло бы вам ответить на ваш вопрос или на ваше предложение. Также есть телефоны психологической службы. Они тоже... Это те телефоны, которые у нас, жители, во всяком случае, в моей группе, конечно же, их тоже все знают, это 122. Вот. И 3191-09. 3191-09 и номер 122. Номера телефонов психологической помощи. Руководитель городского центра поддержки семьи военнослужащих СФО Кольсова Туяра Валерьевна. Туяра Валерьевна, да. Также уважаемые жители, также все они, без разницы, будь то это с республики, будь то это с города, промышленного округа, у меня на сайте мой телефон 8-924-870-8702. Все обращаются лично, поэтому, пожалуйста, без проблем. Сейчас Елизавета Николаевна продиктовала вам свой личный номер телефона, которым вы можете воспользоваться, опять же, чтобы передать либо свое предложение, задать вопрос или обратиться к ней лично за помощью. Будьте добры, повторите, пожалуйста, еще раз. Обязательно. 8-900-24-870-8702. 8-7-0-2. Заканчивается так номер телефона. Да, у нас еще в 2021 году, в Новый год, да, в Новый год, мы вот в канун 2022 года открыли центр-выручалку у нас при управе промышленного округа есть, то есть это люди идут с малообеспеченных семей, кто в жизненной трудной ситуации, это у нас там и вещи, и продукты, постоянно выдаем. А где этот центр находится? По улице 50 лет советской армии, 33, администрация промышленного округа. 50 лет советской армии, 33, правильно? Да. Администрация управы промышленного округа. Там есть центр-выручалка, правильно? Да, сейчас он... Потрясающе. Центр-выручалка. Ну, действия, которые были ранее, когда на них посмотрели, конечно, они побудили открыть этот центр. И, конечно, я благодарна тоже центру «Маяк», который, я помню, ещё на Губинской территории, когда в управе промышленного работала, когда с погорельцами не работали. При нас и православный храм, и с епархией мы сотрудничаем, поэтому помогают предприниматели. В основном, конечно, вещи у нас хорошие. И привозят требования такое, чтобы никаких там ни пятен, ни картошек, вообще ничего. Ну, конечно. Потому что всё было в идеальном состоянии. Ну, то есть жалоб никаких не было, не поступало. И, конечно же, если есть у кого-то какая-то возможность, можно, да? Конечно, это нужно. Чтобы пополнить вот этот центр, необходимость в этом очень большая есть. А также вещами, нуждающих очень много. К нам в прошлый год даже кубинцы приезжали, которые вот эмигрировали. Мы их одевали, обывали и кормили тоже. Помогали, как могли, ну, всем. За речной зоной у Сафьеду. То есть вручалка теперь как-то везде на слуху. Центр «Маяк», поддержка. Дорогие друзья, мы сейчас с вами уходим на очередную рекламу. Пожалуйста, не уходите. У нас будут ещё какие-то разговоры, интересные новости. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель управопромышленного округа. И мы узнаём о новостях, о том, что там происходит. Мы узнаём о том, что было сделано. Но мы с вами не все в курсе. Поэтому, Елизавета Николаевна, вот у меня вопрос. Мы с вами в предыдущем блоке, скажем так, да, говорили о семьях СВО. Впереди 23 февраля, 8 марта. Ой, какая вы любопытная. Ой, Владиславовна. Есть такое, и Гришок. Можно это оставить всё в секрете пока? Конечно, мы готовимся. Конечно, хотим подготовиться. Но я пока этого разучивать не буду. Хорошо, я надеюсь, что наша программа будет существовать долго. Я как-нибудь вас ещё разочек приглашу, и вы нам расскажете. С большим удовольствием. И потом, конечно, я расскажу, как это всё проходило. А о ваших вот этих мероприятиях можно будет узнать на сайте управы? Конечно, мы будем оповещать. Дорогие друзья, будем ждать новостей по проведению праздничных мероприятий на тему 23 февраля, 8 марта. Ну, а там и 9 мая недалеко, в принципе, так или иначе. Я думаю, что мы увидим, что будет происходить, какая будет атмосфера царить в промышленном округе, в такие потрясающие, теперь же вообще знаменательные дни. Вы знаете, Елизавета Николаевна, вот каждый руководитель, кто ко мне приходил на передачу, всегда рассказывал о своих общественниках. И прямо вот с гордостью, особенно вот руководитель Гагаринского округа, ух, так у него он прямо своих общественников настолько знает, любит, уважает, ценит. Вот есть у вас мощные общественники, которыми бы вы гордились? Ну, общественники, конечно. У нас при управе создан общественный совет управы, возглавляет под голову Александр Григорьевич. Поэтому, как нам не гордиться, это сюда и предприниматели, все порой ходят, да, это входят и директора школы, это входят заместители, пусть руководители предприятий. То есть, ну, всё равно решаем, решаем вопросы. Интересно, а общественный совет у вас, он разбит по, ну, по секторам или по видам советов каких-то? Или просто вот люди собрались, возник вопрос, разобрали, как его решить и решили? Есть направление какие-то? Ну, общественный совет, конечно, мы, общественный совет, в основном, он идёт, вот какие-то глобальные вопросы, если мы решаем, мы решаем это вот как по безнадзорным животным было, когда закрытие вот этих всех лжи-кафе, также благодаря совету, общественному совету, при этом общественном совете у нас председатель совета отцов, 13-й школы, да, это, ну, то есть такая часть, вот территория Гресса в основном, которая касается, там очень сложные есть проблемы, вот, и в этом плане, конечно, очень нам хорошо помогают и собираются, закрыли вот магазин Dark, тоже был там, где и в ночное время торговали спиртными, ну, и сейчас тоже активно люди, это и жен, ну, совет ветеранов, жен совет, совет молодёжи. Вот, как они все у вас красиво называются. Сейчас, так как ровно год и восемь месяцев, как я работаю с 2001 года, да, в мае 2021 года, Евгений Николаевич назначил на эту должность, и, конечно, с этого момента пока где-то притирания, где-то были, ну, всех знаю, потому что промышленный округ, это было моё родное, это с самого начала начиналось, у истоков стояло промышленного округа с 2001 года, ещё раз повторюсь, поэтому очень много знакомых, друзей, очень много таких, все, что жители, это вот одна большая, и вообще, достояние промышленного округа – это жители. Ну, я думаю, достояние всей республики – это жители, а вот в промышленном округе… Нет, да? Нет, в промышленном округе они не избалованы, они терпеливые. Если в центральных округах, вот мне кажется, такие жители избалованы, а у меня есть чем сравнивать. Я в Губинском работала. Да простите меня, жители Губинского округа. А что избалованность, в чём, вот как она выражается вообще интересно? Нет, а избалованность, ну, выражается всё равно, всё, что самое развитие, это центральные округа, там больше, там есть дома культуры, там есть спортивные залы, там есть театры, да, там вот это всё есть. А у нас на территории промышленного округа нету, негде провести досуговый центр, негде провести досуговые мероприятия, чтобы нету спортивного комплекса, нету, вот как в Гагаринском бы построили, вот такой бы по всех управок есть, а у нас нет. Ну, как-то вы, наверное, может, какие-то планы составляете, я не знаю, как это делается. Чтобы вам театр сделали, там построили, там, ну, что-то же в планах. Ну, конечно, население, жители же озвучивают, и главе города, и вот буквально вот у нас состоялся 21-е числа, кстати, в субботу это был отчёт, глава города Якутска отчитывался, Евгений Николаевич, и общественные, вот как раз общественные советы, наша мощь, конечно, родительские комитеты, они как раз вот ставили вот этот вопрос конкретно. Детям досуг проводить негде, на самом деле. И взрослым, и детям негде, абсолютно. А общественных пространств вот таких больших никаких нет. А помните, вот когда был незабвенный, неповторимый Советский Союз, у нас в каждом, ну, я не помню, как это назывались, округа, не округа, честно говоря, я была ребёнком, я не помню, но, тем не менее, были всегда клубы, где были бесплатные кружки. Конечно, у нас есть дом, как называется, забыла. ДК? Бывший дворец пионеров, сейчас это дом, как называется? Дворец детства. Дворец детства, ну, совсем забыла. Дворец детства, он один, он один. А нам же надо в каждом округе сделать клуб. Я ходила в клуб «Золотинка», мне он безумно нравился. У нас были сценки, у нас были танцы, чтения. Господи, что мы только там не делали. И были потрясающие руководители, и наши родители ни копейки за это не платили. И мы проводили там всё своё время, будучи даже подростками. Мы нигде, ни по подъездам, мы нигде не были. Вот сейчас у нас на Грессе досуговый центр. Это «Ласточка». Так. Библиотека, допустим, да, вот, ну, я опять говорю за район Гресс, потому что центр. Не, ну, там библиотека, каждый ребёнок пойдёт в библиотеку. Там клуб «Ласточка». Вот очередное мероприятие было. Туда ходит более ста детей. Так, хорошо. Двадцать, ну, максимум пятьдесят квадратных метров. Что там есть интересного для подростков? Ну, там всесторонние они, и кружки, и хореографии, и танцы. Это бесплатно, да? Это всё бесплатно, конечно. Театральный кружок. Да. Один только у нас, Дю США. То есть, а там свободного доступа нету. То есть, не могут взрослые прийти позаниматься. Конечно. Дети не могут просто так тоже прийти. Я вообще считаю, что это очень насущная проблема на самом деле. Что в каждом округе должен быть именно, ну, хорошо, пускай это будет досуговый центр, но я бы в первую очередь всё-таки направление держала на то, чтобы там были наши дети. Взрослые доедут на автобусе, там купят абонемент куда-то, да? Для взрослых всё равно. Вот если вдуматься, у нас для взрослых больше возможностей. Ну, это, правда, платные возможности. А вот детям-то надо создать бесплатные возможности, чтобы они могли бесплатно заниматься, и чтобы это было недалеко. Детям это было в первую очередь, в первую очередь, конечно же. Ну, тем не менее, всё равно, когда с семьями люди ходят, тут и дети, да бассейн хотя бы тоже был бы в этом спортивном комплексе, вот если бы у нас была подрядность большая. Вот многие говорят, в школах же это есть, да? Вот в школах же это есть. А мне как ребёнку в школе весь день находиться было неинтересно. Мне интересно было ходить в этот клуб, да? Где дети были из других школ, да? И там другое знакомство, там другое общение, это тоже социум. И педагоги там другие, и отношения другие. Вот это настолько прямо важный момент. Это очень важно, это очень важно. Очень важный момент. И я прямо, вот запишите себе, пожалуйста, может быть, вы кому-нибудь, как-нибудь, можно это всё-таки где-то предложить, чтобы в городе было рассчитано возможности. Я, может быть, неправильно говорю, скорее всего, и неправильно говорю, не так, как это должно звучать, да? Но тем не менее, чтобы в каждом, на территории каждого округа был такой досуговый центр. Я с вами руками и очень хочу. Да, да, я вообще... Я же ещё же очень хочу, чтобы в каждом округе была своя новогодняя ёлка. Хотя меня многие не понимают, но я считаю, что чем я с Лонгинова поеду на площадь Орженикидзе, я лучше выйду поближе со своими детьми, да? Со своей семьей прогуляюсь, получу удовольствие от красоты и вернусь домой. Чем я потрачу много времени в мороз. Такого масштаба ёлка, как на площади Орженикидзе, на площади Ленина? Ну, можно, не обязательно же делать такую, но чтобы это было то, что радует глаз при подъездах к дому. Когда пошёл в магазин, зная, что вот есть... В каждом округе есть всё равно значимое место. Да? Ну, это моё видение. Я могу быть неправа. Я обычная женщина. Благодарю Богу, я хочу сказать, что у нас и управляющие компании в оградах устанавливают ёлки. Ёлочки везде, маленькие. Они маленькие, но они тоже радуют глаз. Согласись, было бы хорошо хотя бы метров шесть ёлочку. Да, конечно, это затратно. Конечно, её надо где-то хранить, за неё надо за свет платить, украшать. Я не знаю, как это делается. Но это было бы здорово. Я просто один раз была в Суздале в ноябре месяце. Маленький городок Суздаль. Он не столица республики, да? Просто город Суздаль. Там на каждой площади. Пускай она там 4-5 метров, но она есть. Это так людей радует. Подытожим, мы что хотим? Вот ёлку как-то бы я не хотела на промышленном округе. Я хочу вместе со своими жителями досуговый центр. Досуговый центр важнее, безусловно. Дай бог, конечно. Евгений Николаевич дал поручение. Дай бог нашему руководству, города, республики. Пусть поддерживают нас. Конечно, с их помощью только и с желанием жителей. А желание жителей – это огромное. Да. Дорогие друзья, может быть, мы сегодня много говорили лишнего. Слишком свободные какие-то вещи произносили. Но поверьте, это только ради процветания нашего замечательного города Якутска. Ради нас с вами, ради радости к нашим детям. Доставить радость себе в этой жизни и понимать, что ты что-то в этой жизни совершил, сделал полезное для себя лично, для жителей города, жителей республики. У нас подходит к концу наш эфир, Елизавета Николаевна. Мы его даже не заметили. Я в Труссе много не сказала о том, что делали, что будет. Я даю вам 10 секунд, чтобы сказать нашим жителям добрые слова. Не успели. Не успели. Ну, коль не успели, так ладно. Успеем в следующий раз. Главное – очень много сделано. Очень много, немало сделано. Сияй и расцветай, и чувство радости дари. Вердясь с тобой, мы каждый день благодарим. Сияй, Якут! Сияй, Якут! Сияй! 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 Сияй!